Чемпионат АСБ Чемпионат АСБ Чемпионат АСБ Чемпионат АСБ Чемпионат АСБ провели выездной матч с Акроном. Смотрим. Сразу перемещаемся в Татнефть-арену. Барсы опять пропустили первые. Только на 10-й минуте второго периода Брэддон Лайпсикс с передач Филиппа Майле открыл счет. В конце отрезка 18-летний защитник Никита Евсеев забросил свою первую шайбу в континентальной хоккейной лиге вот таким мощным щелчком от синей линии. В третьем периоде Акбар смог выйти вперед. Никита Лямкин нашел передачу Александра Бурмистрова и нападающий одним касанием переправил шайбу ворота. 2-1. Уже через 4 минуты Магнитка сравняла счет. После удаления Кирилла Семенова Голдобин с передачи Яковлева перевел игру в овертайм, где на четвертой минуте от синей линии зарядил Кристиан Хенкель. 3-2. Акбарс прервал шестиматчевую серию поражений. 22-го числа состоялось второе зеленое дерби в сезоне. Первое осталось за барсами со счетом 3-0. Ну а в Казани уже Салават выглядел лучше. После первого периода Акбар сгорел 0-2. На 12-й минуте забил Степан Санников. Сам бросил и сам же добил. 0-1. За минуту до конца периода случилась вот такая ошибка Амира Мефтахова. Хмелецкий, автор гола. 0-2. Седьмая минута второго периода. Щелчок Войнова и подставление клюшки нападающего Сафонова положили начало камбэка. Но через 6 минут Салават опять вышел вперед на две шайбы. Шакир Мухаммадолин в большинстве одним касанием попал в ближний угол. В перерыве ворота Акбарса вместо Мефтахова занял Тимур Белялов. В третьем периоде он не пропустил, но и Барса отыграться не смогли. Болельщики все-таки увидели одну шайбу. Вадим Шипачев в численном преимуществе разобрался с вратарем. 2-3 за Салаватом и в серии зеленого дерби 1-1. Перейдем к Рубину. На стадионе Кристалла в городе Жигулевск казанцы гостили у Акрона. На 38-й минуте Рубин имел самый реальный шанс выйти вперед. Джоэль Фомейе, если бы забил, попал в число претендентов на премию Пушкуша. Опаснейший удар в перекладину. На 60-й уже Абшатов пробивал с дальнего расстояния, но мимо. 68-я минута и Максим Полиенко из Акрона угрожал воротам Казани. Дюпин надежен. 0-0 и эта ничья подняла Рубин на третье место в первой лиге. Вот такой выдалась футбольная и хоккейная неделя. Увидимся на следующей. Пока-пока. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола дошел и до Уникса. На прошедшей неделе женская и мужская сборная Казанского федерального университета успела провести свои первые домашние матчи в рамках дивизиона Республика Татарстан. Первыми на паркет вышли девушки. Соперник – медицинский университет. Сборная КФУ с первых минут вырвалась вперед и не оставила ни единого шанса медикам по ходу всей встречи. 81-31 разгромная победа федерального университета. В мужском противостоянии игроки федерального университета не смогли повторить успех женской сборной. Сборная КНИТУ в первой четверти реализовала отрыв в 10 очков. В последующих игровых отрезках отставания КФУ было более 20 очков. Итоговый счет 79-43. КНИТУ увозит максимум очков из Уникса. С баскетбольной площадки переходим на газон КАИ «Олимп». Именно там, на прошлой неделе, сборная КФУ в рамках второго тура студенческой футбольной лиги встречалась против Энергоуниверситета. Счет в матче открыли энергетики уже на первой минуте. Автором гола стал Константин Вахтеров. Сборной КФУ потребовалось всего 11 минут на то, чтобы сравнять. Отличился Данил Воронов. 23-я минута и еще одно взятие ворот в исполнении Федерального университета. На этот раз Эмиль Анисимов записывает гол на свой счет. Во второй половине игры энергетики не смогли пройти оборону Казанского Федерального университета. Счет на табло так и остался 2-1 в пользу КФУ. Переходим к локальным темам спартакиада первого курса Казанского Федерального университета. После классического плавания и экзотического фиджет-баскетбола сборные института Казанского Федерального университета сильнейшего выявляли на мини-футбольных полях. О том, кто блеснул на этом турнире и о новом поколении футболистов, далее расскажет Екатерина Лангаева. Как вовлечь студентов первого курса в спортивную жизнь института? Устроить им соревнования? Именно с этой целью ежегодно проводятся спартакиады среди первокурсников КФУ. Это мероприятие уже длится месяц. Это спартакиада первых курсов. В первую очередь делается для вовлечения новых людей в универе, вообще в студенческую жизнь, в спортивную жизнь. И для этого проводится ряд различных мероприятий, как спортивных, так и культмассовых и других. Одним из самых зрелищных и эмоциональных видов спорта на этих соревнованиях по достоинству является мини-футбол. 23 октября в КСК «Уникс» 14 команд стартовали в турнире и играли по олимпийской системе на вылет. По итогам первых двух этапов в полуфинал смогли выйти Институт физики, фундаментальной медицины и биологии, международных отношений и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В первом полуфинале сошлись биологи с физиками. Для вторых игра прошла легко. Им удалось разгромить оппонента 6-0. Во втором полуфинале международники играли сборные СФН. Команды играли примерно на равных, но со счетом 4-2 путевка в финал достается игрокам сборной СНИМК. В финале сошлись команды и СНИМК Института физики. В первом тайме было забито 5 голов. Счет открыл студенты СНИМК Сергей Терентьев. Журналистам хватило всего 9 минут, чтобы счет сделать 4-0. Физики смогли до конца первого тайма ответить лишь один раз. Эмиль Анисимов отличился. Второй тайм, несмотря на напряженную атмосферу, запомнился только одним голым ворота из СНИМКа. Его автором стал все тот же Анисимов. Однако отрыв от соперников сократить не удалось. Сплоченность и командный дух из СНИМКа помогли первокурсникам одолеть достойного конкурента со счетом 4-2. Молодые футболисты достойно продемонстрировали свои умения и качества на площадке. Вскоре будем следить за их выступлениями на новом уровне. Екатерина Лангаева, Бахтияр Хуснулин. Неделя спорта. По традиции под конец программы говорим о Кубке Университета 2022 года. Но немножечко мы традицию изменили. Не Максим Геннадьевич Гаврилов у нас сегодня в студии, а в студии Азат Кашапов, член сборной юридического факультета по футболу. Азат, тебе привет. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Первый раз ты у нас, да, в студии? Да. Что ж, давай поговорим о мини-футболе, о нашем прекрасном Кубке. И начнем с вопроса о подготовке к матчу с психологами. Психологи у нас раньше, ну ты сам, наверное, знаешь, были всегда таким проходным соперником. А сейчас, считай, там Евстафьев, там Давыдов, который трех игроков стоит. Достаточно сильно усилилась эта сборная. Да, Данил Шкурин еще. Как вот к этому готовились? Ну, мы понимали, что соперник сильный. Готовились, вся сборная готовилась, проводились тренировки. Два игрока основного состава пришли только на две крайние тренировки. Мы, они почувствовали связи и уже вышли на игру. Давай о самой игре. Как ее оцениваешь? Очень напряженная борьба была. Стоит отметить, что первые открыли счет психологи. Потом юридический факультет сравнял. И все-таки мне кажется, что исход решил травма Данила Шкурина. Все-таки игровой момент там был. И потеря такого игрока, как Данила Шкурина, все-таки немножко повлияла на игру психологов. Тем более у них только четыре игрока в стартовой четверке. И все-таки, я думаю, исход в основном был исходя из того, что потеря основного игрока. А нам вот знаешь, что показалось? То, что ключевым моментом стал гол Алмаза из Басарова со своей половины поля. Вот после этого момента психологи уже все, опустили руки. Тебе так не кажется? Ну да, Алмаз очень сильный игрок. Человек выступает в Суперлиге. То есть он вышел, доказал, показал свой класс. Не зря мы его заявили. Все-таки стоит отметить, что после выхода программы «Неделя спорта» с Максимом Геннадьевичем мы поговорили, и Макс дал такую возможность заявить Алмаза. И все получилось. Ну давай конкретно про Алмаза. Помнится, по-моему, пару лет назад Алмаз заявил, что он заканчивает свою спортивную карьеру в студенчестве. И сейчас вы его вернули. Вот как он это ощущает? Не чувствует ли он себя гигантом по сравнению с остальными, кто сейчас в сборной? Хотя многие с ним играли. Тот же самый Данил Воронов, по-моему, играл вместе с Алмазом в предыдущих составах. Вот возвращение Алмаза и его интеграция в новый состав, потому что достаточно много игроков у вас свежих новых появилось. Как это происходило? Алмаз очень соскучился по студенческому футболу, стоит отметить. И можно сказать, что мы с ним были инициатором его возвращения в состав. Да, состав совсем другой. В составе нет его друзей Данила Тукташева и Дара Халиулина. Но все-таки Алмаз доказывает, что не зря они взяли кубок Юрфака года два назад, получается. И кубок университета они тоже брали. Кубок университета, да. И уже с молодым составом сейчас. Идем дальше, показываем красивую игру. Дальше о вашем следующем матче еще поговорим. Вопрос относительно других матчей 1-8 финала. Какую встречу ждешь? Кто из второй половины сетки, вы-то все-таки у нас первый, один из таких фаворитов может быть, с кем потенциально хотелось бы встретиться уже в финале? Ну вот... Мне, конечно, сами до него дадете. Да, посмотрим. Стоит отметить игру, которая пройдет в эту среду, по-моему, Геофак против Мехмата. В прошлом году на Спартакиаде Ивмит очень хорошо выступил. Мы попали с ними в группу. Мы заняли четвертое место, они заняли третье. И плюс Геофак никогда не стоит списывать со счетов. Я думаю, это очень интересная встреча будет 1-8. Я думаю, стоит обратить на нее внимание. Также стоит обратить внимание на физиков. Вот прошла Спартакиада первокурсников, где состав физиков заняли второе место. Очень приличные первокурсники пришли, и они усилят основной состав, я думаю. Вот физики тоже интересный соперник. А ИСФН, вот если говорить по твоей логике, обращать внимание на Спартакиаду первокурсников, они же первые. Ну, стоит отметить, что... То, что там в ладку узора, и на этом все. Основной состав, вот если основной состав прошлого года и снимка сохранили, и в этом году добавить первокурсники, это был бы фаворит. Ну, стоит отметить, что и с ним потерял Алду, и с ним потерял Влада Кузора, и поэтому у них вот молодые первокурсники... Ну, физически потерял, Кузора всегда в сердце. Ну, да, это понятно. Сами игроки Института социально-философственного сыграют 30-го числа, как раз-таки в завершении 1-8 финала. Вот какую игру хочешь сам посмотреть? Либо же все пять, которые остались в 1-8. Ну, конечно, будем присутствовать на всех играх, смотреть на соперника, изучать, анализировать. А вы из гостевые команды? Елабуга, Челны? Ну, Челны особенно привозят качественный состав ближе к финальным встречам. Все-таки это стоит учитывать. Какая-нибудь сильная команда даст им бой 1-8, 1-4, и уже можно будет по-другому смотреть на Челныскую команду. В Елабугу мы не знаем. Каждый год приезжает разный состав. Но они только второй год на турнире. Ну, вот, да. В прошлом году вроде более-менее. В этом году, по-моему, все выпустились. Ну, будем посмотреть. Хорошо. Главная афиша получается 1-4. Она уже известна. Институт международных отношений против Юрфака. Юрфак – оплодатель Кубка. Ему пока что еще до этого никак дойти не может. Но вот в 1-4 финале вы с ними встречаетесь. Какое ожидание перед матчем? Есть ли мандраж какой-то, что вот нам придется играть с обладателями Кубка и с теми, кто выбил сейчас обладателя нынешнего, ну, точнее, предыдущего розыгрыша Кубка, эконом? Ну, волнительно было перед 1-8. Потому что мы собрали большое количество болельщиков. Это было, кстати, большой плюс вам, да и психологам тоже. Там тоже достаточно много ребят пришло. Вот. А с Институтом международных отношений у нас всегда были дружеские, теплые отношения. Стоит отметить, что не будет ключевого игрока у Института международных отношений. Это Никита Лихачева. Вот. Как же так? Как же так мы без Антона Реброва и всего состава Спартака? Да, 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 да. Ну, Институт международных отношений удивил, оба раза обыграв и на большом поле, и на маленьком поле эконом. И сейчас не стоит пренебрегать составом, соперником. Мы будем готовиться и настраиваться на самый серьезный бой. Что ж, пожелаем вам только успехов, хорошей игры, хороших болельщиков, за что мы вам, естественно, благодарны. Атмосфера на матче была просто улет. И дай бог, чтобы прошли дальше ваши болельщики. Про вас я уж не могу так говорить. Это покажет игра. Ну, будем, как говорится, посмотреть. В одной четвертой с вами увидимся. Это был Азат Кашапов, член сборной юридического факультета по мини-футболу. Азат, тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо вам за приглашение. Ну, на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова